«Дайте мне выйти». «Ты специально!» Срываясь на крик, обратился Андрей к водителю, вытирая с лица капли холодного молока. Всё утро ушло на то, чтобы несколько километров дойти пешком до магазина, купить необходимое, донести тяжёлые пакеты до остановки, подождать автобус двадцать или тридцать минут. Он бы и не ждал. Уж лучше дольше идти пешком, нежели быстрее ехать с постоянным ожиданием транспорта на пересадках и со столкновениями с людьми, которые, проходя мимо, обязательно пнут пакет, словно у них на дороге нет препятствий. Будто у момента недеяния он превращается в невидимку, и прохожие действительно его не замечают. «Ой, милый, посмотри, я, кажется, врезалась в воздух». «Да, странно», – ответил супруг. «Кажется, мы столкнулись с чем-то паранормальным. Ты знаешь, форма этого плотного воздуха напоминает небольшую сумку. Может быть, некто из параллельного мира сходил за покупками, а ты врезалась в его пакет?» Он бы не стал ждать, если бы не переборщил и не купил больше того, чем смог унести. Руки тянулись к земле под тяжестью приобретённых товаров. Кроме того, пакеты медленно, но верно рвались, в любой момент продукты могли просто-напросто выпасть. Часть из них уже немного выглядывала изнутри, словно они ожили и стремились как можно скорее сбежать, дабы не попасть на стол. Пришлось идти на остановку и ждать, то и дело контролируя ноги прохожих. Те, в свою очередь, буквально притягивались, как магниты. Ему даже показалось, будто у некоторых людей ноги превращаются в самостоятельные живые единицы, становятся длинными, гибкими, ответвляясь от тела своего хозяина на несколько метров, быстро подлетают к покупкам, чтобы обязательно по ним пнуть, а затем вновь укорачиваясь, возвращаются на место. Едва втащив свои полуразваливающиеся пакеты в тесный автобус, не успев поставить их на сидение, его тряхануло, он буквально полетел назад. Водитель тронулся с места настолько резко, насколько это было возможным. Казалось, чтобы так тронуться, нужно пройти специальную подготовку, ибо автобус даже не совершил никакого разгона. Он стартанул с места в секунду. Несколько тонн из статичного положения в момент переместилось в динамичное. А он, семидесятикилограммовый юноша, как незаметная песчинка, полетел назад, пытаясь на лету поймать разлетающиеся в сторону товары. Поднявшись, Андрей растерянно подошёл к своим пакетам, наспех возвращая в них всё то, что оказалось на полу. Лишь несколько секунд отвёл ему на это водитель, а далее автобус совершил ещё один странный манёвр. Он двинулся резко вправо, затем влево, а затем затормозил. Такое движение вновь не осталось без последствий. Теперь уже Андрей стоял на правом колене около водителя, который спокойно, словно ничего не происходит, с безразличным лицом смотрел на дорогу. «Можно поаккуратнее», – раздражённо процедил парень сквозь зубы, поднимаясь на ноги и вновь наклоняясь, чтобы подобрать продукты. Положить их обратно и, наконец, поставить на пол, дабы они не катались по всему автобусу. Водитель, словно издеваясь, то и дело нажимал на газ, на тормоз. Газ, тормоз, резко вправо, резко влево. Наконец, светофор прервал бесконечное перемещение из стороны в сторону. Андрей посмотрел на отсчёт полторы минуты. Стало быть, есть время прекратить весь этот непрекращающийся хаос. Нужно просто положить покупки между сидениями и перед собой, сесть и спокойно зафиксировать всё ногами. Главное доехать до точки назначения всего 15 минут. Потерпеть, выйти, кое-как доковылять до дома, и всё. Несносное переключение закончится. Понадобилось меньше времени, чем отвёл светофор. Уже сидя на кресле, зафиксировав и утрамбовав всё у себя под ногами, Андрей отсчитывал последние 10 секунд. Десять, девять, пять, четыре. Словно упавшего в обморок человека, его привело в чувство холодное молоко, стекающее по лицу. Он не успел и оглянуться, как продукты вновь оказались в проёме автобуса, а вылетевшая и порвавшаяся от удара упаковка молока забрызгала всё вокруг, включая его самого, будто бомба. Как это возможно? Пронеслась мысль в его голове. Я же всё утрамбовал, он специально. «Ты специально?» – закричал он водителю, привстав. Тот лишь мельком окинул его безразличным взглядом через зеркало заднего вида и вновь сделал резкий поворот, благодаря чему Андрей вывалился в проём, упав на катающиеся по всему салону товары и разлитое молоко. Он поспешил встать. Удалось не с первого раза, его словно сбивала с ног невидимая рука, то справа, то слева. Наконец, уцепившись за поручень, он очередной раз внимательно осмотрел пол, по нему перекатывались все купленные им за сегодня продукты. Лужа молока болталась туда-сюда, раздавая ручейки во все стороны. Затем он взглянул на себя. Мокрый, в чём-то липком, вероятно, упаковка с джемом порвалась, испачкав пол, с разбитой оседения губой во время падения. С растрёпанными и мокрыми волосами он стоит, едва не падая, еле удерживаясь на ногах. «Остановись, я выйду!» Почти добравшись до водителя, проревел он. Тот вновь вяло безразлично взглянул на него через зеркало заднего вида, не отреагировав. «Ты слышишь, что я сказал? Остановись!» Водитель сделал два резких манёвра вправо-влево. Андрей, словно ожидая, вцепился в поручень и почти повис, однако ему удалось остаться на ногах. «Не положено, только на остановке», – наконец ответил водитель, не сводя взгляд с дороги. «Остановись!» – закричал Андрей во всё горло. Незначительное количество людей, находящихся в автобусе, отвлеклись от своих телефонов, внимательно ожидая продолжения. Однако реакции водителя не последовало, он продолжал ехать вперёд, периодически резко нажимая на педали «Газ-тормоз». «У меня бомба!» – едва слышно произнёс Андрей, наклонившись к водителю. «Я её взорву, если не остановишь». Внезапно автобус резко снизил скорость, так что Андрей, не удержавшись, влетел в лобовое стекло, оставив на нём следы крови из разбитого носа и губы. Тут же снова газ, и теперь уже, почти поднявшись, он упал в обратную сторону. Понадобилось не более пяти секунд, чтобы подняться, в руках его была банка с огурцами, которого нащупал абсолютно случайно, не задумываясь. Уже ничего не говоря, он со всей мочи попытался разбить её о голову водителя, однако тот, по-прежнему не отвлекаясь от дороги, на скорости 60 км в час умудрился увернуться. Банка разбилась о сиденье. Десятки мелких и крупных осколков изрезали ладонь Андрея, ручей крови потёк вниз, смешавшись с молоком, по-прежнему разливавшимся из стороны в сторону поплу автобуса. Сильная боль от порезов, смоченных в свою очередь солёным рассолом, заставила его схватить свою руку за кисть и крепко сжать. «Останови автобус! Дай не выйти!» закричал он нечеловеческим голосом и перевёл взгляд на руку. Кровь по-прежнему текла ручьём, крупные капли падали вниз, забрызгивая пол. «Внимание, внимание!» Вдруг отвлёк его голос, водитель взял микрофон и обратился к пассажирам будничным безэмоциональным тоном, словно объявлял очередную остановку в десятый раз за день. «У пассажира, который стоит возле меня, бомба. Просьба соблюдать спокойствие!» В салоне раздался панический крик. «Нет у меня никакой бомбы! Просто останови автобус!» – произнёс Андрей, стараясь приглушить боль в руке, как вдруг вновь упал. Очередное бессмысленное торможение на абсолютно свободной дороге. В этот раз он ещё и поскользнулся на луже, приземлившись левой щекой на осколке разбитой банки. Он почувствовал порезы, почувствовал, как мелкие стёкла впиваются в щёку, но было не так больно, как с рукой. Ему вдруг пришла мысль не вставать. Зачем вставать, если всё равно придётся падать на ровном месте? Даже если он сядет, даже если привяжет себя к сидению, водитель всё равно сделает так, что ему придётся вылететь из, казалось бы, безопасного места, и он всё равно окажется на полу, в молоке, рассоле, в крови и в стёклах. Он расставил руки в стороны, не желая подниматься. «Это водитель автобуса, номер». Услышал Андрей безразличный голос. Заставив себя встать, нависнув над ним, он прислушался. Тот не обращал никакого внимания на стоящего рядом пассажира, истекающего кровью, с торчащими из щеки осколками. Он лишь в своей манере мельком посмотрел на него через зеркало заднего вида. «У человека бомба. Он угрожает её взорвать. Что мне делать?» «У меня нет бомбы!» – закричал Андрей. «Просто остановя автобус и я выйду!» «Так точно. Понял». Не обращая внимания, ответил водитель в телефон и резко повернул направо. В этот раз Андрей улетел на свободное сидение, немного ударившись головой о боковое стекло. Едва встав на ноги, под натиском качаний, он решил сразу лечь и поползти к одному из пакетов, болтавшимся из стороны в сторону в проходе. «Ну, бомба так бомба!» – приговорил он сам себе и направился к цели, не обращая внимания на мешанину жидкости, крови, еды и чего-то липкого, а также не обращая внимания на безумную боль в руке и щеке. Пассажиры заворожённо смотрели на него, испуганно поднимали ноги и приохивали, когда Андрей проползал рядом. В середине автобуса он поднялся на ноги, в руках его был пакет, внутри что-то находилось. Он демонстративно показал это и громко закричал. «Если водитель не остановит автобус через минуту, я кину это на пол и вы все погибнете! Ваша жизнь и в ваших руках, начиная отчёт!» Никто не отреагировал. Все молча вжались в кресло, прикрыв голову руками. «Один, два, три» – медленно начал считать Андрей. Успев дойти лишь до тридцати, он вдруг заметил, как автобус начал останавливаться. В этот раз плавно, по-нормальному, по-человечески. Так что даже не пришлось крепко держаться за поручень. Он оглянулся. Да, скорость замедлялась. Деревья в окнах, машины, проходящие люди – всё замедлялось. Плавно, аккуратно, без резких движений, он улыбнулся. Улыбка отдалась резкой болью в порезанной щеке, откуда по-прежнему торчали осколки. Медленнее, медленнее автобус остановился. Послышался характерный шипящий звук, двери открылись. Андрей вновь улыбнулся, не обращая внимания на боль, и направился к выходу через переднюю дверь. Однако не успел он сделать и трёх шагов, как вдруг в автобус вошёл полицейский, автомат его был направлен на Андрея. «Клади бомбу на пол, аккуратно». Чётко, приказным тоном, проговорил страж порядка. «Это не бомба», – ответил Андрей. Говорить ему было больно, речи звучала коряво, словно у него парализована часть лица. «Клади на сидение аккуратно, без резких движений, потом руки за голову и ложись на пол». «Это не бомба», – закричал Андрей, моментально ощутив ярость. «Я просто хочу выйти!» – послышался выстрел. Левое окно треснуло, Андрей рухнул, из головы потекла кровь, пакет упал на пол, из него выкатилась банка с консервированными помидорами. «Правда, что ли, не бомба?» – удивлённо спросил полицейский. Автомат его по-прежнему был направлен на Андрея, уже теперь лежащего на полу, с новым свежим ручейком крови из головы. Автомат полицейского не дымился, выстрел произвёл не он, вероятно, это был снайпер. Полицейский взял рацию. «Отбой! У него нет бомбы!» – спокойно произнёс он, развернулся и вышел из автобуса. Андрей же продолжал ползти к выходу, как вдруг вновь послышался характерный шипящий звук, в этот раз дверь закрылась. «Дай мне выйти!» – едва слышно, с трудом произнёс он, истекая кровью. Продолжая обессиленно ползти, водитель безразлично кинул на него взгляд через зеркало заднего вида, а затем резко нажал на газ. Продолжение следует...